Приветствую вас! Очень интересный вы задаёте вопрос, если честно. Как проверить девушку, если она отказывается от близких отношений с вами, при этом она уже имела эти самые отношения? И вы спрашиваете нас, нужно ли её проверять. Вы знаете, вот лично я не очень понимаю даже то, как можно проверить человека в этом случае. То есть, даже немножко не так. Что именно вы хотите проверить? Что именно вы хотите проверить? Потому что вы нам не сказали, что им. Вот вы пишете, что встречаетесь с девушкой, что несколько раз предлагали бы близкие отношения, она отказывается. Не хочет. Вы не верите, потому что считаете, что у неё уже были отношения. Хотите её проверить? Вы знаете, проверить можно верность, проверить можно, ну, мнение человека по какому-то вопросу, проверить можно позицию человека по какому-то вопросу опять-таки. Можно проверить, насколько человек честь, можно проверить, насколько человек, ну, как бы, говорит правду, да. Вот это всё можно проверить. А что хотите проверить вы, у меня не очень хорошо есть представление об этом. Вот мне непонятно, что вы хотите проверить. А вы хотите проверить, действительно ли она ни с кем не спит? Ну, вы не сможете этого никак проверить, разве что, если только мне будете за ней следить. Знаете, если девушка не хочет с вами, ну, как бы, вступать в близкие отношения, то, вообще-то говоря, это значит только то, что она, девушка, чего-то опасается. У неё есть какие-то опасения относительно вот её, ну, как бы, целости, её здоровья, её, там, не знаю, доверия, достоинства и так далее. И вот этого всего девушка боится, она боится это потерять, она боится этого лишиться, потому что как раз-таки её предыдущие близкие отношения показали ей, что в них нет ничего хорошего. И теперь она просто-напросто пытается, ну, скажем так, теперь она пытается, как-то, вот, обезопасить себя, скажем так. И если это действительно верно, что она действительно пытается себя обезопасить, то тогда она нельзя хочет с вами, чтобы вступать в отношения, в отношения близкие. А любую проверку, которую вы хотите ей устроить, любую проверку, она вас примет исключительно, как недоверие ей, и из этого ничего хорошего вообще не получится, к сожалению. То есть вы для себя определите так. А если вы хотите с этой девушкой быть вместе, то вам нужно, условно говоря, её принять, такой, какая она есть. Если она вас обманывает, то обман, он раскроется, рано или поздно. Обман, он, рано или поздно, как бы, станет явным. Но если вы сам своей девочке не доверяете, то, вот, хорошо, но в этом именно ничего нет. Вы мне, я надеюсь, в это поверите. Конечно, мне бы не хотелось оперировать именно к вере. Я вот не любитель оперировать к вере, да, но мне кажется, что вам надо определиться самому, вот, что вы хотите от девочки вообще получить сейчас. Ну, условно говоря, не хочется она вступать в отношения близкие. И хорошо, это, в принципе, её право. А, её право не вступать в близкие отношения с вами. Если вас вас не устраивает, вы можете просто ей сказать, что, прости, дорогая, мы расстаёмся из-за того, что у нас нет интимной жизни. Хотя, я знаю, что она у тебя была. Или объясни мне тогда более правдоподобно, более серьёзно, почему ты этого не хочешь. Я просто, то, что я вам хочу сказать, это то, что ни одни проверки не дадут вам какого-либо эффекта. Эффекты, я имею в виду, желаем, потому что я понимаю, от чего вы хотите, в принципе. Вам это ничего не даст. Вот эта девочка может выдержать не одну проверку, а в итоге может оказаться, что она сама вас обманывает, допустим. Поэтому здесь, я думаю, вам для себя решить, доверяете ли вы своей девочке или нет. Если не доверяете, то принимайте её такой, какая она есть. А, как бы, будьте с ней, забудьте о ней, делайте для неё то, что она от вас, например, просят, а то, что она хочет. Но, если вы чувствуете, что она вас обманывает, если вы прям, прям, вот, есть доказательство того, что она вас обманывает, то в таком случае не стоит это, как бы, терпеть, да, и просто-напросто нужно с девочкой расстаться. То есть, понимаете, доверие, либо оно есть, и оно безусловно, либо его нет. и если его нет, то, мне кажется вопросом, а почему его нет? А было ли оно раньше? То есть, для отсутствия доверия нужен некий стимул, некий посыл, понимаете? А проверки, это, к сожалению, не то, чем можно всего-либо добиться. Хоть вот потерять доверие девочке можно еще больше, но это да. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!